Всем привет! Дорогостоящее имущество может стать серьезной причиной для крупной ссоры. Предлагаем посмотреть на самые возмутительные эпизоды дележки наследства российских знаменитостей. Бывший участник группы Иванушки Интернешнл Олег Яковлев ушел из жизни в возрасте 47 лет, молодым и полным планов, оставив недвижимость в России и Европе. По неофициальным данным, у него было как минимум три квартиры, четырехкомнатные апартаменты в столице, жилье в Петербурге и в Черногории. Олег завещал оставить имущество, которое оценили в 200 миллионов рублей, племяннице Татьяне и еще одному человеку, имя которого не афишируется. С таким решением не согласилась Александра Куцевол, гражданская супруга певца. Ее имя не упомянуто в последней воле певца. Она утверждала, что никаких родственников кроме нее у Олега нет, и обратилась в суд, чтобы оспорить завещание. Александра предоставила запись о регистрации их с Олегом Брака в Сербии. Но, как заметила племянница Татьяна, напротив их фамилий не было подписей, так что документы могли быть поддельными. После смерти матери Любови Полищук, актер Алексей Макаров не претендовал на имущество, а написал отказ от наследства под давлением отчима. На самом деле ему было за что бороться. Мать владела квартирой в центре Москвы, домом в Коктебеле, земельным участком в Крыму и тремя автомобилями. После смерти матери Макаров переехал в маленькую квартиру, которую там в свое время помогла ему купить. Вскоре его все же втянули в судебное разбирательство, но уже по другой причине. В этот раз инициатором выступила его сводная сестра. Ее возмутило то, что их бабушка оставила квартиру женщине, которая ухаживала за ней перед смертью. По мнению сестры Алексея, имущество родственницы должно принадлежать внукам. Но и на этот раз Макаров отказался от своей доли. После смерти знаменитого актера Александра Пороховщикова разгорелась борьба за звездное имущество. У Александра и его умершей месяцем ранее жены Ирины не было детей, поэтому битву устроили дальние родственники, наперебой доказывавшие, что были близки с актером. Предметом спора стали две квартиры в центре Москвы, старинный особняк в центре города, два автомобиля и крупные суммы на банковских счетах. Имущество актера оценили в 2,3 миллиона долларов. По решению суда это имущество перешло сводному брату актера по линии отца. Парадоксально, но сам Пороховщиков ни разу с ним не виделся. Еще больший скандал разгорелся после того, как три женщины, назвавшие себя сводными сестрами актера, решили подать на апелляцию. Они заявили, что имеют больше прав на имущество, чем законный наследник. В качестве доказательства они даже предоставили фото отца, подписанное рукой матери Пороховщикова. Но суд решил не принимать во внимание этот факт и закрыл дело. У великой актрисы Людмилы Гурченко, скончавшейся в 2011 году, осталось два наследника. Дочь Мария Королева и ее последний супруг Сергей Сенин. Гурченко завещала, чтобы деньги разделили поровну, но не уточнила, кому должна достаться недвижимость. Вначале наследники договорились между собой. Марии отошел автомобиль и загородный дом, а Сергею квартира в Москве. Но позже в прессе неоднократно вспыхивали скандалы, связанные с дальнейшим дележом имущества. В конце 2017 года из жизни ушла и сама Мария Королева. Она почувствовала себя плохо и отправилась в больницу, но не успела даже выйти из подъезда. Там ее и нашла дочь Елена. Она стала основным претендентом на 20-миллионное состояние Марии. Известный шоумен, актер, телерадиоведущий Роман Трахтенберг скончался в 2009 году на 42-м году жизни. После смерти Романа осталось большое наследство – счет на 100 миллионов рублей и недвижимость в Москве. О том, чтобы родственники не ссорились из-за раздела имущества, Трахтенберг позаботился за 4 года до смерти. Он составил завещание и указал в нем одного наследника – сына Льва Давида. Однако после похорон официальными наследниками были признаны мать и отец Трахтенберга. Его первая жена Елена Романова, представляющая интересы несовершеннолетнего сына, и вторая жена Вера Мороз. Еще одним претендентом на звездное имущество мог стать внебрачный сын Романа, о существовании которого шоумен узнал незадолго до смерти. Но так как отцовство не было доказано, ребенок ничего не получил. Александр Горбунов, родной брат Трахтенберга, добровольно отказался от своей доли наследства в пользу остальных родственников Романа. Борис Немцов был обеспеченным человеком, поэтому в борьбу за его наследство, которое оценили примерно в 1 миллиард долларов, вступили не только официальные дети, но и непризнанные. Один из них – Борис, сын Немцова и Екатерины Эфтоди. Женщина долгое время оставалась в тени и только после смерти бывшего возлюбленного заявила о себе. В числе претендентов оказалось еще четверо детей, одного из которых Немцов признал гораздо позже его появления на свет. Это ребенок от его секретарши. Екатерина Эфтоди сделала все, чтобы суд признал отцовство Немцова в случае с Борисом. В итоге его наследство разделили между собой мать-политика и все официально признанные дети от разных женщин. Народная артистка СССР, певица Людмила Зыкина, умерла в 2009-м. У нее не было детей, а официального завещания она не написала. Зато оставила приличное по столичным меркам наследство – просторную квартиру на Котельнической набережной, драгоценности на 500 тысяч долларов и дачу в поселке Архангельском. На все это претендовали многочисленные дальние родственники. Суд принял решение в пользу трех детей сводного брата певицы. Один из братьев Сергей после получения наследства продал квартиру, украшения и исчез. Его сестра Екатерина и брат Георгий на этот раз сами подали иск в суд, чтобы вернуть законные доли. Но добились правосудия только на бумаге. Сергея с крупной суммой денег правоохранители так и не отыскали. Дочь знаменитого советского актера Михаила Пуговкина Елена заявила, что после смерти отца получила в наследство только его памятные фотографии. А хозяйкой двухуровневой квартиры в Сокольниках стала вдова Михаила Пуговкина, его третья супруга Ирина Константиновна. Спустя некоторое время Ирина купила еще две квартиры в столице, хотя официально крупными суммами на тот момент не располагала. Елена обратилась к нотариусу, но он лишь подтвердил тот факт, что Пуговкин на момент смерти владел только недвижимостью в Сокольниках. Дочь актера до сих пор не оставляет попыток установить справедливость. Она не получила ни рубля из отцовских денег и считает, что Ирина предчувствовала смерть Михаила, заставила его написать дарственную на ее имя. Более того, Елена заявила, что жена специально спаивала Пуговкина. Советская актриса Наталья Кустинская умерла в 2012 году в одиночестве. В последние годы жизни родные не уделяли ей внимания, но после ее смерти их внезапно начала интересовать трехкомнатная квартира на Патриарших прудах. Претензии на наследство заявили двоюродные сестры, их дети и внуки. Четыре года они пытались доказать родство с актрисой, которую никогда не видели в реальной жизни. Судебная тяжба закончилась в пользу двух троюродных и одной внучатой племянницы. Остальные пять семей, которые участвовали в споре, остались ни с чем. После смерти знаменитого театрального актера Яна Орлозорова, родные сразу затеяли спор из-за наследства. Главными противниками стали отец, брат и дочь артиста. Последняя не общалась с отцом почти 20 лет, но решилась претендовать на имущество. Она встретила резкое сопротивление со стороны деда и родного дяди, но все равно подала в суд на раздел имущества. После смерти Жанны Фриски летом 2015 года на наследство претендовали ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев, сын Платон и семья Копыловых, родители и сестра Жанны. Так как женщина не успела оставить завещание, вокруг наследства покойной разразилась настоящая грызня. Дмитрий и Копыловы и до этого, мягко говоря, недолюбливали друг друга, так что в дело пошла тяжелая артиллерия. Скандальные публикации в прессе и выступления на ток-шоу. Стороны так рьяно пытались опорочить друг друга, что разобраться, где правда, а где вымысел в этой неприятной истории теперь непросто. Камнем преткновения стал особняк в Истринском районе с 30 сотками земли и квартира в доме на Красной Пресне. В итоге дом достался Шепелеву, он приобрел его вместе с Жанной незадолго до ее смерти. Квартиру присудили Копыловым, которые пообещали передать ее Платону, когда он подрастет. В марте 2018 года Шепелев уличил отца Фриске в продаже автомобиля Range Rover, который принадлежал Жанне. Он утверждал, что это имущество принадлежит Платону, и Владимир Копылов не имеет права распоряжаться им. В ответ Владимир заявил, что автомобиль был оформлен на него. Это был его подарок Жанне за рождение внука, поэтому Шепелев не должен лезть не в свое дело. На личных счетах Фриске осталось около 28 миллионов рублей. Из них, как утверждала благотворительная организация Русфонд, 24 миллиона были собраны на лечение Жанны, поэтому родственники обязаны вернуть средства на счет организации. Суд постановил продать часть участка дома в Истринском районе, чтобы расплатиться с долгом.